Без чего не мыслим Новый год? Конечно, без подарков. На Западе Санта кладет их в рождественские носочки, которые развешивают у камина. В России Дед Мороз оставляет подарки под елкой. Пушистая красавица уже давно стала символом волшебного праздника. В канун Нового года ее украшения становятся семейным таинством. Как правильно выбрать дерево, иглы которого не начнут обсыпаться уже через несколько дней? На что следует обратить внимание при выборе новогоднего дерева? Во-первых, на состояние иголок. Иголки на ощупь должны быть гладкими. Кроме того, иметь однородный цвет от основания до самых кончиков. Проверить качество дерева также можно, оторвав от него одну хвоинку и растерев ее пальцами. Она должна приятно пахнуть и выделять маслянистую жидкость. Еще можно провести рукой вдоль ветки с иголками. И если на ладони останутся иглы, то дерево недолго простоит у вас дома, рассказал Андрей Ковалев. Самыми стойкими хвойными деревьями для дома считаются пихты. Пихта способна простоять дома до осыпания порядка двух недель. Сосны стоят меньше где-то 12 дней. И традиционная для нас елка стоит в среднем где-то около 10 дней. Если вы хотите, чтобы елочка радовала вас на протяжении всех новогодних праздников, устанавливайте ее не раньше 25-26 декабря. Срубленное дерево долго хранится при низкой температуре. И если вы купили ель заранее, лучше хранить ее до установки в гараже или на холодном балконе. Елку устанавливаем в отдельную емкость. Этой емкостью может быть как специализированные контейнеры, которые продаются, обычно там же, где и елки, так и в обыкновенные ведра. Если высота елки больше метра 80, я советую все-таки использовать обычное глубокое ведро для большей устойчивости. Если вы заботитесь об экологии, откажитесь от срубленных деревьев в пользу саженца ели. Они продаются в канун праздника во многих магазинах. Весной его можно высадить во дворе, чтобы через пару лет наряжать настоящую живую елку.